Реформы китайских властей получили положительный отклик Международного валютного фонда. Специалисты МВФ отметили, что нововведения позитивно сказываются на экономической перестройке в стране, а ослабление юаня против американского доллара отражает текущую ситуацию на рынке. Тему продолжат мои коллеги. Экономика Китая взяла курс на медленное, но устойчивое развитие. Жесткой посадки не предвидится. Все системы здоровы, а процессы под контролем. Такова оценка Международного валютного фонда. Переход от быстрого роста к умеренным темпам – сложный процесс, который сам по себе замедляет экономическое развитие страны. Это изменения, с которыми сталкиваются многие страны мира, но это должно было произойти. Самое главное, что все процессы под контролем. Реформы финансового сектора продвигаются в сторону либерализации процентных ставок. На практике этот процесс мог бы, конечно, происходить немного быстрее, ведь это путь для реального повышения производительности и экономического роста. Сейчас внимание всего мира приковано к колебаниям китайской валюты. На прошлой неделе власти страны приняли решение об ослаблении юаня. В течение трех дней справочный курс снизился на 3%. Специалисты МВФ положительно оценили эти действия и выразили надежду, что в дальнейшем на формирование ставок в большей степени будет влиять рынок. Мы надеемся, что новая система позволит сделать более гибкую ставку в соответствии с требованиями рынка. Давайте не будем забывать, что китайская валюта в прошлом году была переоценена на 15% в реальном выражении. Против этого 3% не такое большое отступление. По мнению аналитиков, краткосрочные колебания китайской валюты никак не отразятся на потенциальной возможности юаня быть включенным в корзину резервных валют МВФ. В связи с этим призывают не бояться рыночно-ориентируемого развития. Юлия Куц, СИСИ-ТВ